Привет! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Взгляд». Здесь мы обсуждаем самые важные новости последних дней. Начнем. Сегодня ведем с Аней. Привет! Начнем сегодня с пары слов о событиях в Беларуси. Мы уже упоминали в одном из выпусков о том, что несколько недель назад произошло странное событие. В Москве средь Белой Дня людьми в штатском были задержаны литературовед и политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зинкович, белорус с американским гражданством. Причиной задержания назвали то, что, мол, они готовили государственный переворот, встречались в московском кафе с какими-то генералами и обсуждали план захвата власти в Беларуси с физическим устранением Лукашенко и взятием в плен его детей. Куда-то завезли грибы в этот раз туда. Политолог у них власть с физическим устранением захватит. Ну ладно. Белорусская пропаганда сразу же выпустила фильм о том, как затевали заговор, сколько было в нем участников и что они планировали делать. Мы услышали про внедорожники, которые должны были примчаться с литовской границы, расстрелять дворец независимости и самого Лукашенко и, о ужас, его детей должны были схватить и посадить в погреб. Как это миролюбило с его детьми. Мне кажется, в этом безумном плане должно было что-то похуже с детьми случиться, коли что вы выдумывали там у Лукашенко. Но все-таки дети это святое, даже у пропагандистов у них не поднялась рука наговаривать страшные вещи. А за всем этим стоит, конечно же, американская ЦРУ и ФБР. Каким бы бредом все это не выглядело, но даже Путин рассказал об этом всем, причем не где-нибудь там в кулуарах или на кухне у себя во время ужина, а в процессе своего обращения к федеральному собранию. Смотрите, мол, какие негодяи эти оппозиционеры под руководством США совсем берегов не видят, уже замахиваются на физическое устроение, типа законно избранного президента. Моментально вокруг всей этой истории выстроилась куча конспирологических теорий. В ней, конечно, есть некоторые странности. Во-первых, в версии сценария якобы захваты власти довольно сильно отличаются у белорусской и российской стороны. Забыли согласовать финальную версию. Не, неопытные они это, преступники. Не договорились, как будут врать. Несколько дней после задержания Федуты и Зинковича ни Кремль, ни ФСБ вообще никак не комментировали ситуацию, а потом выдали свою версию, в которой получилось довольно много нестыковок. Давших еще больше поводов усомниться о возможности воплощения такого сценария в жизнь. В Беларуси, в принципе, уже очень мало людей, которые смотрят только телевизор и верят на слово пропаганде. А учитывая то, что большая часть белорусов не считает Лукашенко законно избранным президентом, то на версию об убийстве и перевороте купились очень немногие. До сих пор нельзя сказать однозначно, кто именно стоит за всей этой историей с арестом оппозиционеров, но и белорусская, и российская власть используют ее в своих самых разнообразных целях. На эту тему у нас написал стишок Леонид Каганов. Давайте послушаем. В бункере за трехметровой стенкой, так и предвкушая торжество, Александр Григорьевич Лукашенко ждет, кто покусится на него. Спрятал под подушку пистолеты, все курки заранее взведя, Преет под стальным бронежилетом кожа постаревшего вождя. У дворца разрытые окопы, в каждой точке окопался взвод. Снайперы, менты, агенты, копы, диверсанта ждут тридцатый год. Александр Григорьевич, храбрый витязь, терминатор, хоккеист, атлет, Так и шепчет, суки, покуситесь, где вас черти носят столько лет. Он бы их поставил на колени и разоблачил коварный план, Стал бы победителем, как Ленин над своей эсеркой у Каплан. Он скачил бы с криками измена, расстрелял непрошенных гостей. И уж тут, конечно, несомненно, точно стал героем новостей. В Дейли Телеграф, само собою, был бы разворот с его лицом, Не Навальный с ядом и тюрьмою, и не Путин со своим дворцом. А уж сразу после покушений, на волне сочувствующих масс, Он бы принял целый ряд решений, что принять стесняется сейчас. Показал бы, где зимуют раки, слишком распустившиеся в стране. Интернет по карточкам, бараки, комендантский час лицом к стене. И настал бы, наконец, порядок с безграничной властью над страной. А не вечный кризис и упадок, и народный ропот за спиной. И на новых выборах таблица даст процент поддержки ровно сто. Только нихуя не покуситься почему-то до сих пор никто. Вроде вот, поймал. Да это ж дети, не угроза, просто дурачки. Вместо бомб картинки в интернете, вместо пуль частушки и стишки. Их копни, а заговора нету. Преступлений максимум на штраф. Нечем писать в свою газету, а не то, что в Дели телеграф. Шепчет он. Ну ладно, может, НАТО выстрелит ракетой, как в Иран. Только нахуй НАТОвцам не надо бить царей проблемных нищих стран. Нахуй им фрегаться за свободы в наши феодальные дела. Царь давно знаком, контракт на годы, лишь бы нефть по трубочке текла. В бункер под конвоем вносят ужин. Сотню раз проверены грибы. Нахуй никому совсем не нужен, как мишень для ядной стрельбы. Снова покушения не будет. Спецвойскам не выдать ордена. Граждане ж воспитанные люди. В принципе, цивильная страна. Покушаться слишком много чести, да не каждый это заслужил. Сам-то он себя на их бы месте уж давно, конечно, бы прибил. Ждешь убийцу, ниндзю, ассасина, тайных заговорщиков кружок. А тебе реальность ассасина? Сам помрешь от старости, дружок. Ждешь и ждешь убийцу либерала, что к тебе с кинжалом подойдет. А страна на все уже насрала. Просто тихо молится и ждет. Ждет, пока по телеку однажды, вдруг прервав футбол, дадут балет. И на гроб твой плюнут толпы граждан, что тебя терпели столько лет. Ты сидишь с наганом в туалете, перебежкой в личный ресторан. В церкви крестишь грудь в бронежилете под прицелом снайперских охран. И, конечно, понимаем все мы, хоть про Лукашенко нынче стих, с Путиным такие же проблемы, ровно те же, как у всех у них. Теперь поговорим об очередной попытке не пустить Навального и его сторонников на выборы. Не то, чтобы было нужно что-то еще, конечно, вроде и так давно их не пускают. Но в этот раз они, конечно, выдали. Решили все-таки перестраховаться. Группа депутатов, причем от всех фракций сразу, на всякий случай, вынесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому на парламентских выборах будет запрещено баллотироваться людям, причастным к деятельности организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Понятно, что законопроект направлен против фонда борьбы с коррупцией, который скоро, видимо, признают экстремистской организацией. Надо сказать, без всяческих причин. Они и близко даже не являются ничем похожим на экстремистскую организацию, а являются легальной политической организацией, которая занимается политикой в нашей стране разрешенной. Так что это полное безумие. Ну ладно, продолжим. Да, и депутаты пытаются эту штуку распространить не только на всех сотрудников и руководителей, но и даже на сторонников. Типа, жертвовал ФБК за год до решения суда, и потом три года не можешь разбираться в Госдуму. А если работал, то тогда за три года. Если в течение последних трех лет работал, то не можешь пять лет избираться в Госдуму. В тексте законопроекта это звучит так. Распространить запрет на тех, кто предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь. Законопроект выглядит абсолютно безумно, и это даже смешно. Они хотят снимать с выборов людей, которых считают сотрудничающими с организацией, позже признанной экстремистской. Но вот только такая ответственность не предусмотрена ни в Уголовном кодексе, ни в Кодексе об административных правонарушениях. Поэтому приходится натягивать сову на глобус, что, собственно, всегда приходится делать, когда речь заходит о недопуске ФБКшников до выборов. Так как участвовать-то они там должны иметь возможность. Ответственность вводится задним числом. То есть сегодня ты донатишь вполне себе респектабельной организации, а завтра ее признают экстремисткой, и вот ты уже лишен права баллотироваться в Госдуму. Ну или заключил ты, например, какой-то договор с ФБК, о чем угодно, хоть об уборке офиса или продаже констоваров. И типа все, никаких тебе выборов еще три года, если потом суд решит, что ФБК – это экстремистская организация. Предлагается, видимо, гражданам развивать экстрасенсорное мышление, чтобы угадывать заранее, кого признают экстремистом, а кого нет. Формулировка так размыта, что под нее может попасть кто угодно. Технически это может быть даже человек, подсказавший дорогу сотрудникам ФБК, когда они куда-нибудь ехали. Это типа оказали конституционную помощь. Нормально. Процедуру доказывания сотрудничества прописать забыли. Что неудивительно. Избирательные комиссии, видимо, наймут детективов, которые будут расследовать, не помогал ли кандидат год назад несуществующему юридическому лицу штаба Навального в их деятельности. А представляешь, если питерские комиссии будут такое расследовать? Они, наверное, будут сами делать переводы в ФБК и потом подкладывать фейковые квитанции оплатежа. Да, они как-то справлялись даже обмануть всех с адресом, куда надо слать телеграмму с уведомлением их конференции. Они на сайте писали один адрес, а потом через день меняли и ставили другой. Они, конечно, определят, кто там экстремист. Это какой-то концентрированный идиотизм. Сделали бы просто специальную статью в Уголовном кодексе «Поддержка Навального». Не получится, нельзя же его фамилию называть. Ну, значит, поддержка ранее упомянутого берлинского пациента. И всякие там отягчающие обстоятельства, типа с причинением огорчения гражданину, замещающему должность президента Российской Федерации или там совершенной организованной группы лиц. В общем, хорошо бы этот законопроект немедленно отправлен был в Шредер, как противоречие Конституции, да и просто здравому смыслу. Ближайших соратников Навального на выборы, к сожалению, и так не пускают. И в этот раз, скорее всего, тоже не пустят. Происходит это вовсе не потому, что они какие-то там экстремисты или не соответствуют каким-то законам. Дело в том, что если они будут участвовать в выборах, то они их выиграют. Это практически неизбежно. Это, конечно, никому в российской власти не надо. Поэтому они вот ищут способы, как их не допустить. И к уже существующим способам, типа безумного сбора 3% подписей от количества жителей округа, типа в 2,5 раза меньше, чем вообще там всего надо голосов, а подписи с паспортными данными и всего остального. Но так вот Навальнисты и многие другие научились уже это обходить. И вот к этим всем способам добавляют еще вот и новые, чтобы вообще произвольно можно было кого угодно снимать. Это означает, что власть и сама понимает реальный расклад сил и свое положение, и что без этого всего как-то справиться с оппозицией будет сложно. Пойдем дальше. Внезапно объявленные Путиным нерабочие дни понравились далеко не всем. Давайте разберемся. Тебе понравились нерабочие дни? Мне очень нравятся нерабочие дни. А мне пофиг. Я зарплату продолжаю платить, и я не работаю. Люблю Путина. Третья часть россиян опасается снижения дохода из-за длительных выходных. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный на платформе Веббанкир. Около 56% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 34% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 10% надеются, что смогут заработать больше. Какая неожиданность. Кто бы мог подумать, что если ты объявляешь выходные, непонятно за чей счет, то многие потеряют доход. Владимира Владимировича о таком явно не предупредили. Надо ему, наверное, советников своих уволить. А вообще, никто не слушается указов Путина. Когда он говорит ценам не расти, они растут почему-то. Когда он распоряжается отправить сотрудников на длительные выходные с сохранением зарплаты, это распространяется далеко не на всех. Строили-строили вертикаль власти, а она что-то не работает. Интересно, что распределение голосов в этом опросе примерно совпадает со структурой экономики. По некоторым данным, примерно половина всех трудоспособных россиян работает либо непосредственно в бюджетных организациях — школах, поликлиниках, силовых структурах и так далее, либо в компаниях с госучастием, типа какой-нибудь условный Роснефти. Понятно, что в таких организациях внеплановый отдых будет компенсирован из бюджета, и работникам можно не опасаться сокращения доходов. А вот частный сектор так и не понял, за чей счет банкет. Половина работодателей не поддержала продление майских праздников. О негативном отношении к путинскому решению говорят и в деловой России, даже при том, что это абсолютно провластная организация. Ее председатель Алексей Репик считает, что дополнительные издержки будут особенно чувствительными для тех компаний, которые еще не восстановились на фоне пандемии. При этом крупные компании экспортера сырья или биржевых товаров вряд ли серьезно пострадают. Проблема тут в том, что Владимир Путин, похоже, вообще не представляет, как устроена российская экономика, и что она немного изменилась со времен СССР. Поэтому он занимается таким вот оголтелым популизмом, объявить выходные, а кто за это будет платить, ему не важно. Доходы граждан падают уже много лет, экономика стагнирует, и это все тоже результаты работы Путина. Но не только россиянам живется нелегко. Скоро проблемы начнутся и за границей. Давайте обсудим, почему. Если вы, дорогие зрители, никуда не поехали, потому что у вас нет денег, или вы боитесь коронавируса, или еще почему угодно, то не расстраивайтесь, вы не одиноки. Из россиюшки грядущим летом никуда не уедет также гречка. Нет, не певица, а прям вот настоящая крупа гречихи. Она вся останется на родине. Так решило правительство. Мудрое решение. Наконец-то адекватный ответ на санкции придумали. Запретить экспорт гречки. Теперь-то они там взвоют на своем западе. В период с 5 июня до 31 августа всей гречке предписано оставаться дома. То есть она четко пропустит курортный сезон. В приложении к постановлению перечислены все забаненные виды гречки. Гречиха, крупа грубого помола из гречихи и гречневое зерно обрушенное. Ты вот какой гречкой пользуешься? Ядрится гречка. Ну, иногда выпендрюсь зеленую, куплю. Говорят, что она полезнее, но это на самом деле миф. Есть, правда, исключение. Можно вывозить гречку с целью гуманитарной помощи для воинских формирований за границей и на Байконур. Космонавты не останутся без гречки. Наверное, да, не останутся. Или останутся. Нельзя сказать, что эта новость обрушилась как-то внезапно. Еще в конце апреля в Минсельхозе категорически отрицали заявление о грядущем дефиците крупы. В опубликованном недавно сообщении министерства говорится «Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворить спрос предприятий, переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп. В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу». Когда в правительстве разрабатывают ряд мер на что-нибудь там направленных, то стоит напрячься. Это прям сигнал срочно бежать в магазин и скупать вот то это самое, дефициты, чего никак не ожидается. Опять будут битвы за гречку, как в прошлом году в начале пандемии. Ты закупал с гречкой? Нет, честно, нет. Не верю. Честно. Да? Ну ладно. Тогда, вот когда ты не закупал с гречкой, наверное, и честно, это объяснялось паникой и желанием на всякий случай закупиться продуктами, которые долго хранятся, потому что непонятно было, когда из дома в следующий раз выпустят и вообще, как вообще все пойдет. А сейчас это чистый провал правительства. Поставщики гречки еще неделю назад предупредили ритейлеров о скором повышении цен на 10-15%. Причины назвали такие неурожай, нехватка гречки на заводах, рост стоимости упаковки, а также растущей поставки за границу. С неурожаем странная история. Осенью, уже после завершения уборочной кампании, отчитывались о рекордных сборах. Говорили, что урожай выше и прошлогоднего, и даже среднего за несколько лет. И что уж теперь-то с гречкой все будет в порядке. Как-то мимо меня прошла эта гордость урожаем. Я не знаю, может это на каком-то отдельном телеканале показывают? Я, правда, никакой не смотрю. Вот именно. Все пропускаешь. Все-таки должно было как-то дойти, хоть в послании бы объявил. Высокий рост производства гречки. Не объявлял? Вроде нет. Черт, че знает. Ладно. И даже злорадствовали над Западом. У них там, типа, будет вторая волна ажиотажного спроса на продукты, а у нас тихая гавань и стабильность. А гречки хоть завались. Что-то пошло не так. Да. Гречка действительно не доходит до заводов. То ли про урожай наврали, то ли производителям выгоднее продавать ее за рубеж, чем перерабатывать в России. Но с этим правительство не знает, как бороться. Не отправишь же отряд с пулеметом на каждую ферму, чтобы проследить, куда они там гречку девают. С ростом стоимости упаковки тоже ничего не поделаешь. Инфляция. Ну и вот остается только остановить вывоз за рубеж. Решение напрашивается само собой. Запретим экспортировать гречку, тогда внутри страны ее будет больше и цены упадут. Эл логика. Все попытки так вмешиваться в рыночную экономику добром никогда не заканчиваются. Не пройдет и нескольких недель, как Владимир Владимирович займется любимым делом и станет вручную регулировать цены теперь уже на гречку, после чего она окончательно исчезнет с прилавков. Как должно было поступить в этой ситуации нормальное правительство? Ничего не делать. Оставить решение этой ситуации рынку. Гречку довольно легко заменить в своем рационе на какую-нибудь другую крупу, на рис или вообще на другой тип пищи. Если она будет стоить слишком дорого, россияне просто перестанут ее покупать и начнут покупать что-то другое. Если же спрос будет высокий, производители в следующем году посеют еще больше гречки и все будет тоже в порядке. Во всех этих случаях цены снизятся и предложение войдет в баланс со спросом. Так работает рыночная экономика. Если в нее не лезут своими неуклюжими лапами люди, у которых представление об экономической теории осталось на уровне 70-х годов, когда за вывоз чего-нибудь за границу могли и в тюрьму отправить. Если вы любите гречку так же, как и я, пишите в комментариях. А мы пока перейдем от гречки к лекарствам. Там наше правительство решило отобрать все у богатых и раздать бедным. Давайте узнаем, что случилось. Президент Путин перед майскими праздниками подписал закон с ничего не говорящим названием о внесении изменений в статью 1360 части 4 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Как часто бывает, если название принятого закона такое вот бессмысленно бюрократическое, то за ним скрывается какая-нибудь неприятность. На этот раз речь идет о наделении правительства полномочиями выдавать лицензию на производство любого медицинского препарата без согласия владельца патента. Конечно, только в случаях крайней необходимости, связанной с охраной жизни и здоровья граждан. Определять эти случаи крайней необходимости, конечно же, наверное, тоже будет правительство. Конечно. Решение выглядит в целом очень по-советски. Отнять запатентованные лекарства у богатых фармкомпаний и поделить, то есть дать возможность российским компаниям производить дженерики, прикрываясь, как обычно, заботой о жизни и здоровье граждан. Схема предполагает выплату некой компенсации владельцу патента, но пока что механизмы расчета этой компенсации не определены. Патенты на лекарства принадлежат фармкомпаниям, которые их изобрели в течение нескольких лет. Это логично и дает возможность фармацевтам заработать деньги, окупив тем самым затраты на создание препаратов. Создавать препараты очень дорого, требуются огромные вложения в ученых, в испытания, в регистрацию всего этого дела. И фармкомпании делают это, потому что потом могут эксклюзивно этот препарат продавать. Однако существует механизм принудительного лицензирования. Он позволяет лишить владельца патента эксклюзивного права производить лекарства и дать возможность другим компаниям создавать дженерики, копии этого препарата. Этот механизм принудительного лицензирования есть и в других странах. В рамках Всемирной торговой организации существует даже специальное соглашение, которое позволяет это делать, если, во-первых, есть острая необходимость, а во-вторых, переговоры с владельцем патента о его передаче на разумных коммерческих условиях не привели к результату. Принудительное лицензирование позволяет и фармкомпании немного привести в чувство, если они решат злоупотреблять своим эксклюзивным положением, и правительство выполнять свою работу по защите граждан в экстренных ситуациях. Нужно садиться договариваться нормальный цивилизованный подход. Но Россия пошла своим путем, поправки в гражданский кодекс позволяют никаких переговоров не вести, а просто захватить патент силой. Надо было еще прописать механизм исполнения закона. На завод отправляется отряд революционных матросов с комиссаром, всех этих яйцеголовых ученых ставят к стенке, а препарат начинают производить на Путиловском заводе, заменив сложные непонятные формулы на экстракт подорожника. Только в этом проблема, не все дженерики одинаково полезны. Часто у них и результаты хуже, и побочных эффектов больше. Особенно эта проблема актуальна при низком контроле за качеством лекарственных средств, как в России у нас, где рынок просто завален фофломицинами, которые еще и продвигают на государственном уровне и включают в списки жизненно необходимых лекарств. И даже Путин этому подыгрывает. Он в свое время зашел в аптеку и поинтересовался наличием орбидола, а это лекарство без доказанной эффективности, которое было включено в этот список жизненно важных лекарственных средств. Да, и тогда продажи орбидола очень выросли после этого перформанса. Лучше бы он так вакцину от коронавируса рекламировал, а ты что-то вколол, не пойми себе, чего себе, и как-то забыл. Ничего больше не говорит. Вернемся к женерикам. Их единственное преимущество более низкая цена и, может быть, лучшая доступность, если мощностей официального производителя не хватает, а лекарства нужно срочно. И тут вступает в силу особенность российской системы госзакупок. Она, во-первых, отдает предпочтение отечественным препаратам, а, во-вторых, стремится все закупать по наиболее низкой цене. Так что система ОМС при наличии дженериков автоматически переключится на них и вместо оригинальных препаратов в российских поликлиниках и больницах будут выписывать копии. А хочешь оригинал? Пожалуйста, в аптеку и покупай за свой счет. Да вот только не факт, что в российской аптеке этот препарат вообще будет. Какой смысл производителю оставаться на рынке, который заполнен дешевыми дженериками? В итоге за многими оригинальными препаратами и вовсе придется ездить за границу. Кроме того, в России станет меньше разработок и инвестиций в фармацевтическую промышленность. Зачем что-то изобретать и куда-то инвестировать, тратить деньги, если в любой момент у тебя могут отобрать патент, руководствуясь революционной целесообразностью, причем даже не попробовав сначала договориться с тобой. В общем, как часто бывает, забота о гражданах, которые якобы продиктованы необходимость принятия этого закона, на самом деле оборачивается заботой о российских фармкомпаниях, которые сами ничего изобрести не могут, но очень хотят безнаказанно копировать чужие лекарства и хорошо зарабатывать на системе госзакупок, то есть на нас с вами и наших налогов. Аудиторская компания Deloitte опубликовала исследование, подтверждающее наличие гендерной предвзятости в современных технологических профессиях. Проведенный в 2020 году опрос сотрудников технологических компаний США показал, что среди главных барьеров, мешающих женщинам выйти на лидирующие позиции, чаще всего выделяют гендерную предвзятость. Этот вариант выбрали более 20% опрошенных. На втором месте оказался поиск баланса между работой и личной жизнью. За этот вариант высказались 16% респондентов. Также в пятерку вошли недостаток спонсорской поддержки, отсутствие женской ролевой модели и наставничества. Хотя эти барьеры вряд ли существовали бы самостоятельно, все они хотя бы частично связаны с самой главной причиной гендерной предвзятостью. Кажется, что в сфере высоких технологий должны работать более прогрессивные люди. Ведь это одна из самых молодых и динамично развивающихся отраслей в мире. Но в руководящем и акционерском составе большинства IT-компаний женщин намного меньше, чем мужчин, особенно в России. Довольно часто приходится слышать, что технические специальности не для женщин. Это могут говорить родители, учителя и преподаватели в вузах. Это повторяют мужчины и даже сами женщины. К сожалению, стереотипы очень прочно укоренились в нашем обществе, а избавиться от предубеждений, которые мы на протяжении многих лет слышим буквально со всех сторон, бывает трудно. Но сфера высоких технологий, конечно, далеко не единственная, где есть гендерные неравенства. На прошлой неделе Spotify разместил билборд с монеточкой на Times Square в рамках расширения программы Spotify Equal. Эта инициатива включает в себя запуск новых плейлистов, созданных женщинами, Instagram Challenge, в котором примут участие 34 исполнительницы из России и стран СНГ, а также выпуск сборника треков, созданных девушками. Эта программа призвана привлечь внимание к гендерному дисбалансу в музыкальной индустрии. Ведь, согласно собственным данным Spotify, исполнительницы занимают только 20% мест в музыкальных чартах. Это действительно может удивить. В современном мире, где среди музыкальных икон множество таких женщин, как Мадонна, Бейонсе, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш, Тейлор Свифт, да и в конце концов Земфира, музыкальные индустрии все еще на 80% владеют мужчины. Именно к этой проблеме и должна привлечь внимание программа Equal, запущенная еще в начале весны. Монеточку для билборда Spotify выбрали как идеальный пример селфмейд-исполнительницы. Она самостоятельно добилась успеха в музыке, несмотря на то, что барьеров в ней не меньше, чем в IT. Это действительно достойно уважения, независимо от того, нравится вам ее творчество или нет. А что, кому-то не нравится? Тебе, я знаю, нравится. Мне нравится, я да, я слушаю. Проблема еще заключается в том, что продвижение в шоу-бизнесе происходит в основном за счет сексуализации тела. Почему-то в современном мире все еще считается, что женщина это такой универсальный инструмент для продаж и через секс она может продать все, от спрей для горла до музыки. При этом для мужчин в плане внешности требований гораздо меньше. Какой-нибудь викинг появляется в костюмах и всем нравится и музыка, и сам исполнитель. А вот когда Билли Айлиш ходит в объемных одеждах, сразу возникает большое количество неподобающих комментариев. Еще больше комментариев появляется, когда она примеряет другой образ и снимается в корсете для ВОК. Разумеется, девушка может выступать в чем угодно и носить ту одежду, в которой ей комфортно. Количество классных исполнительниц растет с каждым годом. Они разные, уникальные и нестандартные. Монеточка в России, Алена Алена в Украине или Дуалипа из Британии они интересны прежде всего своим творчеством. Все они есть в отдельном плейлисте Spotify. Проблема гендерного неравенства и барьеров начинается в головах. Как это часто бывает. Еще в прошлом году программа развития ООН опубликовала доклад, согласно которому 90% женщин и мужчин имеют те или иные гендерные предубеждения. Иным способом, кроме глобального просвещения людей и отказа от стереотипов, навязанных прошлыми поколениями, это неравенство ликвидировать нельзя. Важно понимать, что гендерное неравенство это вовсе не о противостоянии мужчин и женщин. Это о противостоянии здравого смысла и устаревших общественных парадигм развития и стагнации. Навешивание ярлыков и угнетенное положение какой-либо группы людей неизбежно тормозит развитие общества. Чем сильнее развиты стереотипы и гендерные предубеждения, тем хуже это сказывается на всех сферах жизни общества, от экономики и политики до образования и экологии. Но в нашей стране причина не только в предубеждении. Само законодательство строится на неравном положении мужчин и женщин. Конечно, и оно не может бесконечно противиться современной реальности. В 2019 году список запрещенных для женщин профессий сократился с 465 до 100. Но все еще остается 100 профессий, которые закрыты для женщин не гендерным предубеждением или иными барьерами, а прочной железобетонной стеной российских законов. Решить или хотя бы минимизировать проблему гендерного неравенства могли бы ликвидация дискриминационных законов, гендерные квоты, меры по обеспечению простого доступа к детским садам и еслям, чтобы вместо бесконечного декрета женщины могли бы быстрее возвращаться к работе и восстанавливать свою квалификацию. Байка, что женщина не захочет строить семью, рожать детей, и мы все тут вымрем, если дать ей все возможности развиваться и строить карьеру, не просто не актуальна, она абсурдна. Еще в 19 веке социологи доказали, что доступ женщины к образованию, карьере, саморазвитию только укрепляет браки, ведь их базой становится ценность каждого из членов семьи, общность идеи и интересов. В это воскресенье в Москве пройдет парад по случаю 9 мая. Военная техника уже сейчас мешает привычному трафику города, как будто его еще можно сделать хуже. Вот можно. Я вчера ехал, пока парад был, в метро не удалось войти, не пускали через дорогу. Это, конечно, вообще, ну, кое-как я там дошел все-таки до метро, до дома добрался, ну, на машине вообще не проедешь, это вообще жесть. Я вчера тоже пыталась Пушкинскую площадь там перейти, да, и сложно. Все это вызывает раздражение и тревогу у москвичей, у меня точно. Но как же без танков отмечать День Победы? Даже в прошлом году, несмотря на начало пандемии, не отменили парад, а перенесли на несколько месяцев. Вот и сейчас нужно показать всю военную мощь России, коронавирус-то почти побежден, осталось совсем чуть-чуть. Ну и стандартно по случаю такого праздника ветеранам полагаются выплаты. Если в прошлом году к 75-летию Победы российские власти выплатили ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тысяч рублей, то в этом, как ты думаешь, сколько? Наверное, 76. Все-таки 76 логично было бы. Было бы логично, но логика это не конек наших властей. Пенсионный фонд рассказал, что участники и инвалиды Великой Отечественной войны по указу Владимира Путина к празднику получат по 10 тысяч рублей. Скромно. Да. В России сейчас более 33 тысяч ветеранов, то есть из бюджета уйдет 330 миллионов рублей. Как 6 электробусов. Для сравнения, в Казахстане каждый ветеран получит по миллиону тенге, это примерно 170 тысяч рублей. А в Узбекистане ветераны получат по 12 миллионов сумм, то есть по 86 тысяч рублей. Ну, там, видимо, больше уважают победу и ветеранов, чем у нас. Но вот тот же самый Казахстан не будет проводить парад победы по случаю 9 мая. Власти объяснили это нестабильной ситуацией из-за ковида. А мы, как главные победители и коронавируса, и фашистов, парад и проведем, и ветеранов на него привезем. Нужно понимать, что парад победы это не только ракеты и танчики по городу, которые мешают пройти в метро. Это разгон облаков, доставка военных и техники в Москву, оформление Красной площади, те же самые самолеты, летающие над городом, а еще топливо, оплата банкета по такому случаю, и не менее внушительная оплата визуального сопровождения парада. То есть фото, видеосъемка, прямая трансляция по всем каналам. Вроде Навальный в прошлом году посчитал по госзакупкам, что все это обошлось почти в миллиард. Много электробусов уже, не то, что ветеранам по 10 тысяч раз дать. Этот пир во время карантина был в честь 75-летия Победы, так что сумма была ожидаемо выше. В 2019-м по тем же госзакупкам РБК насчитали контрактов более чем на 450 миллионов рублей. Все равно больше, чем ветеранам. А в 2018-м на 620 миллионов. В два раза больше. И это только по тем статьям расходов, которые мы можем отследить. А вот затраты на топливо для БТРов, танков, истребителей, вертолетов мы не видим. Они в бюджете Министерства обороны. Ну, даже если мы возьмем среднее 500 миллионов рублей, которые тратятся только по официальным данным и разделим их на оставшихся ветеранов, то получится еще по 15 тысяч рублей, а не по 10. Если их прибавить, то получится 25. Кажется, что столько будет получить приятнее, чем 10. Вроде правительство любит повторять, что мы любим ветеранов и гордимся ими, что уважительно относимся к ним и бережем их честь. Вон даже судим с основальным, лишь бы слово плохого о героях не говорил. Но вспоминаем о них только в преддверии праздника и платим до смешного мало. Да даже к самой этой выплате есть вопросы. Делать инфоповод и показывать президента таким добрым человеком, который почти из личных сбережений дает ветеранам денег. Не лучше ли сделать так, чтобы ветераны и вообще пожилые люди изначально получали достойную пенсию? Тогда необходимость в смешной выплате в 10 тысяч рублей просто отпадет. Мы ждали этого и, наконец, дождались. Правительство снова вернулось к обсуждению снижения нештрафуемого порога за превышение скорости. Ура! Если кто-то еще не в курсе, формально у нас скорость нарушать, конечно же, нельзя, но если превышение меньше 20 км в час, то ничего ТЕЗ не будет. То есть нарушение как бы есть, но как бы его и нет. Нарушение Шрёдингера. Закон абсолютно дурацкий, его давно надо отменить, и вот замаячила надежда. В этот раз эту затею толкнул вице-премьер Марат Хуснулин. Он поручил МВД и Минтрансу до 1 августа хорошенько посоветоваться и предоставить общее мнение, стоит ли уменьшать нештрафуемое нарушение скорости с 20 до 10 км в час. Радоваться пока рано. Обсуждение это еще далеко не победа. Может посовещаются Минтрансы и МВД, да и решат, что все в порядке, никаких снижений порогов не нужно делать. И так на дорогах безопасно, а 17 тысяч в год гибнут, так это сами виноваты. Превышение скорости до 20 км в час не наказывается никак уже 8 лет. До 2013 превысить скорость можно было только на 10 км в час. За большее нарушение давали штраф. Но те прекрасные времена прошли и теперь водитель может спокойно прибавлять к установленному скоростному режиму еще 19. То есть в городе, где разрешено 60, можно ехать 79 и не получать никакой штраф. Прямо по городским улицам. Именно так воспринимается нештрафуемый порог. Не как бонус или право на случайную ошибку, а как настоящий и правильно скоростной режим, вместо того, что там на столбиках написано. Вернуть порог на уровень здравого смысла уже пытались. В 2014 году МВД даже подготовила законопроект, но хода ему не дали. В 2018 году снова попытался продвинуть идею вице-мэр Максим Лексутов, но снова неудачно. Объяснил все Дмитрий Медведев. Кто же еще? Он заявил, что если вернуть штраф, от этого могут пострадать невиновные водители. Видимо, сам любит втопить по-кутузовскому. Да, по всей видимости, потому что невиновные водители это те, кто не превышает скорость вообще. Или едет даже чуть медленнее разрешенный. Вот тогда они не получают штраф. И вот Максим Лексутов снова предпринял попытку продвинуть инициативу и, возможно, к ней даже прислушаются. Лексутов входит в состав правительственной комиссии по безопасности движения. Очень радует, конечно, что хоть одна комиссия заинтересовалась именно тем, для чего была создана безопасностью движения. Это вообще удивительно, когда мы в городских проектах что-то продвигаем, продвигаем, а потом кто-то вдруг начинает это делать, так как мы сто раз советовали. Ну, ничего, пусть, главное, чтобы делали. Тут на днях вообще ГИБДД Томской области опубликовала какой-то конкурс на идеи социального ролика и проиллюстрировала его нашим логотипом. Прямо у себя в Инстаграме в официальном этого ГИБДД наш логотип такие повесили. Ну, я им комментарий оставил. Ладно, нормально, лучше бы только скорость снизили, а не конкурс идей. Снижение, а лучше полное отсутствие нештрафуемого порога превышения скорости это неотъемлемая часть концепции Vision Zero и ноль смертей. А это стратегия, которая позволяет уменьшить количество смертности на дорогах в идеале до нуля. Это самый простой и быстрый способ в разы увеличить безопасность для всех участников дорожного движения. И, конечно, это необходимо немедленно делать. Исследования Американского Института по дорожной безопасности показали, что вероятность получить тяжелую травму, если тебя сбили на скорости в 40 км в час 25%, а если при скорости 55 км в час уже 50%. То есть разница всего в 15 км в час, а шанс получить тяжелые травмы возрастает вдвое. Конечно, одним только замедлением скорости всех проблем дорожного движения не решить. Но без замедления решить вообще ничего нельзя. Скоростной режим, который без того иногда неоправданно завышен, всегда просто на 20 км в час больше. На те самые 20 км, которые не только увеличивают риск серьезных травм разы, зачастую они определяют выживет человек или нет. Особенно это актуально, если речь не о столкновении автомобилей, а о наезде на пешехода или велосипедиста. А если скорость не будет превышать, то этого наезда может вообще и не случиться. Кстати, да. Исследование Сент-Эндрювского университета показало, что после снижения в Эдинбурге максимально допустимой скорости с 48 до 32 км в час количество аварий снизилось с 95 до 64 км в месяц. То есть, уменьшив порог скорости на 16 км в час, удалось снизить число аварий на треть. А те, что случились, были менее опасными, ведь машины ехали медленней. Хочется верить, что в этот раз здравый смысл наконец-то восторжествует, МВД с Минтрансом договорятся и порог допустимого нарушения скорости получится уменьшить. От этого выиграют вообще все. Мы с вами получим более безопасные дороги, пешеходы будут в больше безопасности и если даже не дай бог что случится, то они просто уйдут домой после неприятных каких-то ощущений, они попадут в больницу с переломами и не погибнут. Да и водители не будут рисковать тем, чтобы сбить человека или попасть в тюрьму. Чем медленнее едешь, тем меньше вероятность большого ДТП. Кстати, тут Центр Организации Дорожного Движения предложил жителям Москвы высказать свое мнение, какие скоростные ограничения следует ввести на улицах города. Свои идеи можно скидывать в бот Дептранса в Телеграме. Хотя бы в безопасности Дорожного Движения какие-то подвижки наблюдаются. Можете зайти в этот бот кстати и написать, что скорость желательно снижать до 40 км в час в центре города ну и уж точно никак не больше 60. С этим вот сейчас 20-километровым порогом значит 40 надо делать везде. Ну вот, это все, что мы хотели вам сегодня рассказать. Будем следить за событиями и расскажем вам о них в следующем выпуске Взгляда в понедельник. До завтра. Пока.